Всем привет! С вами Константин Цепелев и рад вас приветствовать на своем канале, посвященном грамотно-световым решениям и осмысленному световому дизайну. Времена года меняются, доллар растет, но так приятно, что что-то остается неизменным. Например, моя регулярная рубрика, посвященная отечественным светодиодическим фабрикам. Если еще не смотрели предыдущие части, очень рекомендую это исправить. Ну а сегодня у нас российские производители освещения, часть 7. Поехали! Итак, первый производитель, о котором мы сегодня поговорим, это компания Plytec. Plytec это дизайн-студия, которая не просто дизайнерит, а которая точно знает, как произвести продукт серийно. Так ребята пишут о себе на своем сайте. И не урут. Студия была создана друзьями-динамышниками при поддержке Elmat Group. Изначально она профилировалась на создании приборов для очистки воздуха. И освещения. Сегодня компания обладает большим опытом в промышленном и предметном дизайне, что необычно для дизайн-студии. Plytec имеет полный цикл разработки. От дизайна до организации сейного производства. И даже упаковки. Итак, Plytec создаёт красивые и вызывающие эмоции предметы, при этом технологичные и современные. Так, например, для основания светильников была создана новая технология работы с апоксивными смолами, которая позволила создать габаритные детали. В продуктовой линейке фабрики представлены настольные и напольные светильники. Все светильники очень футуристичны и дают интересные световые эффекты. Рисуют волны на стенах, дают отражённый свет, да и просто делают интерьер интереснее. Что ещё классно, у Plytec есть и беспроводные настольные лампы. Но, тем временем, я перехожу к следующим производителям. Итак, встречайте, офигенный бренд «Ламповый блок». Ребята смешивают архитектуру, модернизм, свет и историю, волшебным образом превращая эти компоненты в светильники, напоминающие о красоте минувшей эпохи. Мой безусловный любимчик – это светильник «Стеклоблок». Команда охотится на настоящие сохранившиеся стеклоблоки, достает их, приводит их в порядок, делает из них светильники. Поэтому все светильники уникальны, имеют разные цвета и узоры. Светильники деммируются и имеют интересное основание в виде ножек-домавиаторов из бетона или классическая стандартная подставка. Помимо светящихся стеклоблоков, у «Лампового блока» есть изделия из бетона, например, бетонный ночник «ЦНИИ-РТК». Это 45-сантиметровая копия легендарной модернистской башни Центрального научно-исследовательского института робототехники и кибернетики в Санкт-Петербурге. И бетонный ночник «Самарский элеватор» – точная копия модернистского экспериментального элеватора, построенного в конце 70-х годов в Самаре. Кстати говоря, для меня данный производитель особенно близок, потому что, с одной стороны, это эстетика моего детства. «Ламповые блоки» и вообще, в принципе, строение постсоветского периода. С другой стороны, тот ночник, который башня «Кибернетик» в Санкт-Петербурге – это один из самых запоминающихся, опять-таки, объектов из детства, потому что она настолько выбивалась из контекста города в моем детстве, что была супер запоминающейся. И всегда очень хотелось приблизиться к ним максимально близко и даже, возможно, подняться на экскурсию. Но, к сожалению, этого не случилось до сих пор. Возможно, все меня ждет в будущем. А мы, тем самым, временем едем дальше и рассматриваем очередного российского производителя. Еще один бренд на сегодня – это «Тайга Дизайн». Студия находится в Москве и существует уже 10 лет. Ребята проектируют и создают коллекции светильников, предметы интерьеров и декор. В основе всех предметов лежит поиск новых форм, материалов, функций и смыслов. Сейчас «Тайга Дизайн» специализируется на керамике, переработанной бумаге и полимерах. Многие их предметы создаются вручную. Эффектные, яркие, самобытные и при этом футуристические формы, напоминающие цветы и камни животных и даже природные явления. Мне кажется, такие светильники очень круто дополняют любой интерьер, придав ему изюминку. Каждый из них похож на арт-объект больше, чем на просто светильник. Ну что ж, перейдем к следующему бренду. Сегодня закончим на уютной ноте. Встречайте, бренд Claymoon. Ирина, основательница бренда, создает освещение уже более 7 лет. Все светильники имеют единую стилистику – это классические формы в новой интерпретации. Они собраны из виденных бузин, ручной работы, камня и других натуральных материалов. И даже из торсиве. Claymoon могут собрать люстру любой формы, цветы и размера под заказ. Кстати, у бренда есть и настольные лампы. Простой дизайн и несовершенство ручного труда делают изделия уникальными и атмосферными. Мне кажется, очень классные светильники и для частного интерьера, и для хорики. Ну что ж, друзья, вот я и рассказал вам о четырех российских производителях освещения. Хочу напомнить, что у меня есть еще шесть видео из этой серии про отечественные сахарнические бренды. Обязательно посмотрите их. Если у вас остались какие-либо вопросы по освещению, обязательно задавайте их в комментариях. Я с радостью отвечу на каждый. Конечно же, ставьте лайки, пишите комменты и подписывайтесь на мой канал. Чтобы связаться со мной или с моей командой, все ссылки на контакты будут в описании к этому видео или на QR-коде на экране. И, как всегда, напоминаю, кто хочет пообщаться с нами лично, пишите мне в директ или забегайте в гости в офисы. Всем свет. Что? Субтитры сделал DimaTorzok Модернистись Экспериментального элеватора Элеватора Миров цвета и Писание к этому видео или на... М-м-м-м М-м-м